Новоселье накануне Дня Знаний. Сегодня в селе Альбусюрбеево Комсомольского района открылась новая школа. Подробности в нашем репортаже. Многие годы дети из этого села обучались в деревянном здании. Ученикам приходилось мириться с часто протекающей кровлей и холодными зимой классами. Старая школа отмечалась тем, что там были деревянные окна, спортсалы и столовые находились в разных местах. На строительство новой школы было выделено более 150 миллионов рублей. Работы начались в июне прошлого года. Преподаватели говорят о таком и не мечтали. Актовый зал, библиотека, медицинский блок, современная кухня, стадион и хоккейная коробка. Вместе с учениками новоселье здесь правят и дошколята. По сравнению со старой школой, конечно, это дворец, можно сказать, для детей, рассчитанный на 165 школьников и на 40 мест для дошкольников. С открытием новой школы удастся разгрузить и другие. Сюда будут приезжать дети из пяти деревень. Мы с селянами, с учителями, с школьниками в прошлом году посвящали старую школу. Можно сказать, школа является почти что нашим ровесником. Я слышал высказывания учителей, родителей. Кто-то волновался, сомневался, будет ли на самом деле построена и введена новая школа в канун Дня знаний 2016 года. На самом деле мечта сбывается, хотя мы ни одну школу вводили последние годы. Строить новые школы в республике продолжат. Федеральная программа рассчитана на 10 лет. Условия для получения качественного образования будут созданы в каждом муниципалитете. В течение 10 лет мы построим, реконструируем старые школы. Это 32 образовательные школы. Общее количество школьных мест будет 16,5 тысяч. Для этого мы по вчерашним ценам уже расчетно просчитали где-то 19,5 миллиарда рублей будем выделять. Почему мы это делаем? Потому что все мы с вами хотим, чтобы наши дети имели хорошее будущее. После торжественной части инспекционная проверка. Качеством проведенных работ глава республики остался доволен. Подрядчики говорят, что при возведении школы использовали самые современные материалы. Впрочем, оценки строителям поставят учителя. 1 сентября здесь вновь состоится торжественная линейка. Медрик Ковалев, Татьяна Раевская и Сергей Адушкин. Республика.